В конце мая на полях 15-го международного салона «Комплексная безопасность» в Москве состоялся первый международный гран-при профессионального мастерства пожарных и спасателей. В профессиональных состязаниях сошлись лучшие из лучших – пожарные, спасатели, специалисты по спасению жизни в самых непредсказуемых условиях. Среди команд из 40 государств и международных организаций достойно прошла этапы соревнований и команда МЧС Южной Осетии в составе четырёх человек. «Изначально команда подала заявку на участие в профессиональном уровне, но по месту, переговорив с коллегами из Российской Федерации, приняли решение принимать участие в экстремальном и в экстремальном уровне. Стоит отметить, что это первое гран-при международного уровня. Первый раз проходили на таком уровне. Мы тоже первый раз приняли участие. Для нас это был большим плюсом, очень большой опыт». Первым испытанием стал огневой симулятор. По сценарию необходимо как можно быстрее потушить открытый огонь, эвакуировать потерпевшего с места происшествия и провести реанимационные процедуры. Юго-Осетинская команда с заданием справилась успешно, рассказал начальник отдела подготовки и применения сил МЧС Инал Захаров. «Произошел пожар в строительном цеху. Наша задача была вскрыть железную конструкцию с помощью бензореза, проложить магистральную рабочую линию, дойти до отшага пожара, найти пострадавшего, вывести. Сложность была в том, что там реальная температура, то есть на уровне потолка была от 1000 до 1200 градусов, на среднем уровне 600 градусов и на нижнем ярусе это 400 градусов. Это было очень сложно, это был реальный пожар, там был реальный огонь и вот спасли вывести пострадавшего и оказать ему первую добрачебную помощь». Ликвидация пожара в многоквартирном доме с перманентной эвакуацией жителей в безопасное место. Такая задача в максимально приближенных к реальным условиям стояла перед спасателями во время исполнения второго этапа квартира. «По легенде происходило загорание, пожар произошел на четвертом этаже и надо было подняться на четвертый этаж с рукавной линией, должны были вскрыть дверь, выйти на балкон, найти выход на балкон и спасти девушку с ребенком, вывезти их на третий этаж. После опять подняться в горящую квартиру, найти очаг пожара, потушить и найти еще одного пострадавшего. Это был у нас манекен 80 килограмм, который надо было спустить на свежий воздух, то есть по лестничному маршу на первый этаж. Все происходило очень приближенно к реальному пожару, там было реальное затымление, реальные температуры». В финальном этапе офис перед спасателями стояла уже другая задача с другими исходными данными. На открытой площадке с узкими коридорами пожарные в условиях нулевой видимости при полном снаряжении отрабатывали связь между членами команды. Главная задача этапа – эвакуация пострадавшего сотрудника МЧС, которую наша команда тоже выполнила. «Сложность была в том, что мы выступали на этом этапе с заклеенными лицевыми масками, то есть работали в нулевой видимости, нам ничего не было видно. Вот работали на ощупь». Команда МЧС Южной Осетии преодолела все препятствия в условиях максимального соответствия с реальными событиями, которые возможны в случае чрезвычайных происшествий, решение которых спасателям выпадает на регулярной основе. «Команда показала себя достойно. Для них это был первый опыт. Ну, конечно, взяли плюсы, минусы, что-то делали не так, но это опыт. И наградили дипломами». Мероприятия Гран-при МЧС России, по словам организаторов, призваны стать принципиально новой площадкой для обмена практическим опытом профессионалов пожарно-спасательного дела из разных стран. Анжела Кукоева, Альдина Чихоева, Зарей Марсоева. Информационный выпуск сегодня.